Всем привет! Сегодня будет видео, которое просили многие зрители. Это отчет по картине Александры Токаревой «Леопард». Вот сейчас вы видите на экране картинку, что должно получиться. Девчонки, делать часто отчет я не могу, потому что видите, сколько здесь черного фона. Я уже, знаете, что решила сделать? Я уже решила оставить по краям черный фон вот здесь и начать вышивать середину для того, чтобы показать результат. Ну, какая-то началась истерия по поводу работ Александры Токаревой. Всем хочется быстро и срочно посмотреть отшив, но вы должны понимать, что картину такого огромного размера я не могу вышить быстро и срочно. Поэтому имейте терпение. Ну, то есть я не могу круглосуточно вышивать только одну картину, потому что некоторые зрители очень этого хотят. Вышила я и так достаточно много. Вот смотрите, что получается. Это спина леопарда. Что хочу сказать. Получается очень даже красиво. Вот на мой взгляд, очень даже красиво. Вот эта спина, она полностью соответствует тому, что я вижу на превью. Ну, понятно, что говорить еще рано. Нужно дойти до морды, потому что, ну, основное все равно это будет морда, как проработана морда. Вот. Но вот что еще хочу сразу сказать. Девчонки, мне процесс очень нравится. Я не знаю, некоторые пишут, что им не очень нравится дизайн этого автора. Я ничего не могу вам сказать по поводу других дизайнов. Я вам конкретно буду сейчас рассказывать вот про этот дизайн. Писали, что черный бисер светится, просвечивает белая канва. Девочки, ничего не просвечивает. Роложится достаточно плотно. Вот если я вот так буду делать, то да, там, может быть, где-то будет видно. Но работа будет натянута, и она будет натянута на черный фон. Вот то, что вы сейчас видите про светы, это дырочки. Это вот дырочки, которые у канвы светятся. Если вот мы подложим туда, вот видите, я руку подкладываю. Руку, а если полностью черный подложить фон. Кстати, в багетной мастерской у нас натягивают, и там обсуждается на белый фон или на цветной. Вы сейчас видите дырочки. Эти дырочки, они видны абсолютно везде. Единственное, на 18-й канве, если вы будете вышивать, там не видны будут дырочки. На 14-м каунте они видны везде. Но бисер не ляжет на мелкий каунт. Бисер только ложится на 14-й. Причем, я вышивала на 14-й аиде, бисер толкается, он вот так выпуклый. Здесь же, на мягкой канве, бисер, видите, он ложится хорошо. Конва эластичная. И вот такой огромный размер на жесткой аиде, его просто невозможно было бы удержать в руках. Я не знаю, какого размера нужен был бы станок, чтобы вышивать это на станке. Я все вышиваю на руках. И вот видите, этот огромный размер, вот так вышивать на руках. Еще если и канва была бы жесткая, мне было бы тяжело. Под прошлым видео в комментариях мне писали, не обманывайте, что вам нравится рыхлая канва. Девочки, мне действительно для бисера очень нравится рыхлая канва. Это я говорю не потому, что у меня реклама, мне никто не платил за рекламу. Я вам рассказываю всегда свои ощущения. Если кому-то из блогеров или из зрителей не нравится мягкая канва, это чисто ваше предпочтение. Мне очень нравится, как ложится бисер вот на этой мягкой канве. Я не знаю, что за производитель вот этой канвы. Конечно, вышивать бы крестиком на такой канве я никогда бы не стала. Она рыхлая. Но она идеально подходит для бисера. Видите, как ровно лежит бисер. Никогда у меня ровно так не лежал бисер на 14-й аиде. У меня даже есть работа. Я ее начинала несколько лет назад. И в итоге я ее выбросила, потому что все стоит колом, вот так вот пузырем. И я сбивалась постоянно. Здесь я не сбиваюсь. Сейчас расскажу вам о процессе, как у меня организован процесс. В принципе, у меня организовано все так, как и заявлено было автором. То есть я пользуюсь этими органайзерами, которые в наборе. Покажу вам их обязательно. Что хочу сказать вот об самом процессе. Конечно, сложно вышивать такую огромную работу. Приходится скручивать ее в рулон. То есть я с одной стороны вот так скручиваю в рулон. И с другой стороны скручиваю в рулон. Вот так держу в руках. И бисеринки пришиваю. Я, в принципе, показывала, как я пришиваю бисеринки. И, в общем-то, вот так все получается. Еще что хочу отметить. Когда мы снимаем видео о бисерных процессах. Вот сейчас не очень удачный даже у меня свет. Потому что я на балконе. Понятно, что здесь на просвет будет все видно. Любую работу, если вы вот так на просвет посмотрите. У вас везде будут видны дырочки от конвей. Абсолютно на любой. Даже на Аиде 14. Вот так. Если мы посмотрим, то никогда камера не передаст блеск бисера. Но, что хочу сказать. Вот этот вот бисер золото. И вот здесь серое такое серебро. Насколько это красиво смотрится. Камера, она не передает. Вот даже вот эти просветы, которые я сейчас вижу на камеру. Я не вижу их вот так глазом. То есть, вживую они не видны. Смотрится вообще обалденно. Вот на этом этапе, который я вышиваю. Я полностью довольна результатом. Я очень надеюсь, что морда тоже будет очень красивая. Конечно, я все равно буду вышивать. И до морды дойду. Даже когда мне пишут, не тратьте время, получится ерунда. Девочки, я никогда не слушаю чужое мнение. Я живу своей головой. То есть, вот я... Пусть я потрачу время, но я сделаю свой вывод, девочки. Вот какой вывод сделаю, вы обязательно увидите. И услышите. В общем, я хочу свой вывод сделать. О процессе еще что хочу добавить. Да, вышивается набор очень сложно. Многие девчонки отмечают, что очень много одиночек. Что схемы прогонистые. Но в моем случае нет лица. Здесь шерсть. И вот эти одиночки, они вполне оправданы. Вот смотрите, когда мы смотрим издалека. Но это же получается шерсть. А как иначе можно передать шерсть? Вот особенно здесь, да, волоски по краям. Если не будет этих одиночек. Я не представляю. Вот в этой картине все одиночки вот эти оправданы. Я не могу сказать, что здесь как-то бисер подобран плохо. Хочу заметить, что вот этого набора еще нет в отшиве. В интернете он еще не представлен. Поэтому даже я посмотреть готовую работу и сказать вам, что будет в итоге, не могу. А я должна вышить. И только тогда все увидят своими глазами, что же будет в итоге. Раньше времени просто невозможно говорить или что-то хаять, или что-то хвалить. Я вот просто сейчас вам рассказываю свои ощущения в процессе вышивки. Вот они органайзеры, которые были в наборе. Они подписаны. Вот здесь приклеены вот такие номера. В принципе, я вышиваю на кровати, на диване, полулежа. И раскладываю их рядом. Мне удобно. Понятно, что столько липких ковриков. Подписывать значки. И это дополнительная работа, которую мне нужно проделать. Я этого не делаю. Я беру отсюда каждую бисеринку. Беру рукой и закрываю. Потому что у меня кошки-собаки прыгают. Если вышивать за столом... Девчонки, у меня болит спина. Я не могу вышивать за столом. Если вы вышиваете за столом, или у вас нет кошек-собак, вы можете вот так открыть, все разложить. Вот видите, открывается нормально. В принципе, мне вот эти органайзеры нравятся. То, что у них такой вот скошенный край, мне удобно. То есть, когда я делала обзор набора и об этом говорила, я не изменила свое мнение. То есть, я уже видела сразу, что мне будет удобно. Я люблю такие коробочки, такие органайзеры. Единственное, вот с этой стороны коробочка меньше. И туда меньше бисера уходит. И, ну, она может быть так не до конца открывается. Хотя они еще не разработаны. Поэтому не все открываются до конца. Вот так вот, в общем-то, открывается, если их... Надо, наверное, их разработать. Просто вот этого бисера используется мало. Я редко открываю. Ну, вот смотрите, они меньше. То есть, они не такого же размера, как эти. Если бы было с двух сторон одинаково, было бы вообще идеально. Вот. Ну, хотя это тоже не критично. Это мелочи. Я считаю, это мелочи. Огромное количество черного бисера, который я насыпаю в чашку. То есть, я прям беру пакет черного бисера и высыпаю его в чашку. Ну, вот видите, да, я уже решила вышивать самого леопарда. А черный бисер потом уже буду вышивать с вами в трансляции. Чтобы не было больше вот этих комментариев, очень негативных по поводу самого отшива. Я хочу, чтобы вы увидели действительно отшив побыстрее. Вот. И, девчонки, слишком гадкие комментарии. Я все-таки буду банить. Два человека мне пришлось забанить под прошлым видео. Если вам попались неудачные дизайны этого автора или вам не нравится, вы пишите. Я никого не удаляю, но вы пишите в корректной форме. И уж тем более оскорблять меня за то, что я вышиваю именно работу этого дизайнера, не стоит. Мы все вышиваем разные наборы. Кто-то вышивает хаеды, которые стоят по 20 тысяч, а другие люди считают их прогонистыми. Вот я сейчас покажу кусочек схемы, и вы сами сделаете вывод. Вот, смотрите, кусочек схемы. Переверну. Вот вы видите, какими участками вышивается. Вот это черный цвет, потом дальше идет другой цвет, переходит. Вот видите, он сюда-сюда дальше переходит. Но вот в этой схеме все достаточно логично. Я не вижу здесь какого-то прогона. То есть вот эти пятна у леопарда, они все нормально проработаны. Я не знаю, девчонки, как в других дизайнах. У меня первая эта работа, и я, в общем-то, довольна. К схеме я уже привыкла. Схема в глазах не рябит. Но я вышиваю нормально. Не знаю. Никакого особенного дискомфорта при отшиве вот этой работы я не чувствую, не ощущаю. Я понимаю, многим, многим, конечно, недоступна такая ценовая категория этих наборов. Именно поэтому вызван, видимо, вот негатив. Но, девчонки, там бисеры действительно вы видели сколько? Два с половиной килограмма. Я согласна, что лица у золотых ручек проработаны намного лучше. Ну, я видела работу у Даши, когда она вышивала свою Клеопатру. Но там лицо. Я согласна, что лицо смотрится не очень красиво. Но мне девочки, которые были на выставке, рассказывали. Те, кто видел своими глазами отшивы Александра Токаревой, говорят, что есть работы, которые не очень, а есть работы просто шедевральные. То есть, так же, как и у других дизайнеров. Есть какие-то удачные, есть какие-то неудачные дизайны. Я очень надеюсь, что этот Леопард будет шикарный. Я почему-то в этом уверена. Не знаю, девчонки, мне очень бы не хотелось разочароваться. Мне кажется, что он будет нормальный. Хоть вы многие писали, брось, не трать время, я все равно свое время буду тратить. И еще раз повторяю для тех, кто вызывает на Ютюбе ажиотаж по поводу рекламных наборов. Никто нам за рекламу не платил, а предоставили наборы на отшив. Я понимаю, что эта тема волнует больше всего зрителей. Но, с другой стороны, если бы Александра нам не предоставила бы на отшив свои работы, вы бы никогда не увидели готовый результат и не услышали бы такой подробный отзыв. То есть, покупать наборы вслепую – это тоже не совсем правильно. Я считаю, что зритель, прежде чем купить такой дорогой набор, обязательно должен посмотреть результат. И наберите в поиске на Ютюбе работы Александры Токаревой. Там есть, и два года назад есть вышитые картины. Девочки вышивали. И когда в процессе у них возникали какие-то недопонимания в плане подбора бисера, когда готовая работа была оформлена, то практически все высказали одно и то же мнение, что готовая работа просто шикарна. Если смотреть огромную работу маленькими участками, разглядывать, там, возможно, да, какие-то нюансы есть, которые не очень нравятся. Но когда работа в целом завершена и оформлена, практически все отметили, что работы классные. Я, кстати, оставлю вам под видео ссылочки на девочек, которые уже вышивали, и вы можете проследить точно так же отзывы. Вот кто два года назад вышивал, можете послушать у них отзывы, что они говорят, и посмотреть готовые работы. А также под видео я оставлю ссылочку на магазин, где можно приобрести наборы Александры Токаревой, и также ссылочку на конкурс. Если вы вышиваете эти работы, вы можете принимать участие в конкурсе. Я, к сожалению, не смогла принять участие. Ну, вы знаете, весной у меня проблемы были со здоровьем, поэтому я просто не надеялась, что этот набор я вышью быстро и не стала принимать участие в конкурсе. А вы можете принять участие. Большое спасибо вам за просмотр. Удачных вам отшивов, хороших покупок. С вами была Инесса. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok